В посёлке Развилка должно было состояться внеочередное 62-е заседание Совета депутатов. Планировалось рассмотрение трёх вопросов, самый важный из которых – о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения. Но для принятия поправок не хватило необходимого кворума, а именно присутствия ещё одного человека. Начало заседания даже задержали на полчаса. Это и вызвало жаркую дискуссию депутатов. Ведь вторым был вопрос дисциплинарной ответственности и этики депутатов. Дело в том, что группа из четырёх народных избранников во главе с Валерием Айсиным систематически не посещает заседание, тем самым блокируя принятие тех или иных решений. Кроме того, Айсин до этого дня являлся заместителем председателя Совета, но своей позицией он подрывал доверие к законодательной власти поселения. В результате чего на голосование был поставлен вопрос о снятии Айсина с занимаемого поста. Кто за то, чтобы снять с должности заместителя председателя Совета депутатов Айсина Владимировича, прошу голосовать, кто за, кто против. Сразу же после этого на вакантный пост была предложена кандидатура Владимира Градова, которую депутаты поддержали. Четыре человека, которые мы не понимаем, честно говоря, для чего они пошли вообще в депутаты. Это Микляев, Айсин, Лебедев и Зинин. Одни исполняют заказы людей, которые стоят за ними. Другие не понимают того, что они должны работать на территории для интересов сельского поселения Развилковской. Для жителей этого самым приняли то же самое неправильное решение. И переубедить их, к сожалению, мы не можем. Они выполняют просто чисто политический заказ. Упомянутые депутаты до сих пор не отчитались за 2016 год. А фигура Валерия Айсина уже долгое время вызывает большие волнения в депутатском корпусе Развилки. Он был замечен в организации несогласованных митингов, бестактном и грубом отношении к жителям. Отдельные вопросы возникали по работе центра мотокросса на 23-м километре МКАД, принадлежащего Айсину. Я был инициатором приведения в правильном состоянии, чтобы эта секция мотокросса работала и функционировала в правильном русле. Чтобы были получены все свидетельства на мототехнику. За то, чтобы были правильные места обеспечения хранения, сервисы этих мотоциклов. Был нанят профессиональный тренерский состав для обучения детей. Потому что это наши дети, это большие, как говорится, наше будущее. По словам Олега Тихонова, мототехника не сертифицирована. Все детали куплены отдельно, а потом из них собраны мотоциклы. На сегодняшний день у Совета депутатов достаточно юридических оснований, чтобы провести мероприятие по отзыву мандатов у фракции, возглавляемой Айсиным. Это достаточно длительная процедура. И мы рассчитываем на то, что все-таки у них немножечко произойдет переклин, который в настоящий момент существует. Они поймут правильность и необходимость работы в направлении. И думаю, что вернутся в нашу все-таки Совет депутатов нормальными, адекватными людьми.